Новосибирск В Астане прошел матч звезд континентальной хоккейной лиги. Сибирь на звездных выходных представлял вратарь Алексей Красиков. Дивизион Чернышева, за который выступал Алексей Красиков, занял второе место на матче звезд. Команда уступила в финале дивизиону Тарасова со счетом 4-5. Для Красикова этот матч звезд первый в карьере. Он попал туда голосованием журналистов. Молодой вратарь Сибири всего на один балл обошел вратаря омского авангарда Доминика Фурха. Добавлю, игроки Сибири участвуют в матчах звезд КХЛ с 2011 года. Первым новосибирский клуб представлял вратарь Стефан Лиф на матче в Санкт-Петербурге. Уже 16 января Сибирь ждет матч регулярного чемпионата КХЛ. В Екатеринбурге наша команда сыграет с местным автомобилистом. Прямую трансляцию встречи смотрите в эфире ОТС. Баскетболисты Новосибирска продолжают побеждать. С начала декабря команда Владимира Певнева не потерпела ни одного поражения в чемпионате Суперлиги. Команда провела выездные матчи в Санкт-Петербурге и оба завершились в пользу сибиряков. Первая встреча против клуба «Зенитфарм» закончилась с разгромным счетом 81-69. А вот матч против еще одной питерской команды «Спартака» затянулся до овертайма. Новосибирск вел в счете на протяжении большей части матча. Лишь во второй четверти хозяева площадки ненадолго вышли вперед. В начале четвертой десяти минутки преимущество сибиряков составляло 14 очков. Однако от этой разницы не осталось и следа. Провалив четверть, Новосибирск позволил «Спартаку» сравнять счет за минуту до сирены. А после Токарев и Мартынов смазали свои броски. В овертайме реализация хромала уже у обеих команд. Победным для Новосибирска стал бросок Андрея Кирдячкина. Форвард стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков. Победа Новосибирска 88-86. Команда поднялась сразу на две строчки в турнирной таблице и теперь занимает четвертое место. К результатам других клубов Сипсельмаш одержал крупную победу над Зорким. Новосибирцы на домашнем льду отправили в ворота подмосковной команды 11 мячей. Роан Исалиев оформил покер, а Павел Анисимов и Артем Шевков по дублю. А вот волейболисты «Локомотива» своих болельщиков порадовать не смогли. Команда на выезде уступила Белогорью. Уступив в первом сете 23-25, «Локомотив» вторую партию откровенно провалил. На первый технический тайм-аут железнодорожники ушли, не набрав ни одного очка. И в дальнейшем хозяева держали преимущество в 10 очков. В третьей партии «Локомотив» вернулся в игру. Сумев отыграть отставание в несколько очков, у «Лока» в концовке было несколько сетболов. Однако и на этот раз удача улыбнулась Белогорью 29-27. Добавлю, этот матч пропускал турецкий связующий «Локомотива» Арслан Экши. У него травма. Следующий матч новосибирцы проведут в рамках Лиги чемпионов. Команду «Пламена» Константинова ждет первый выездной матч на групповом этапе. Соперник – французский Шамон. Волейболистки «Олимпа» провели первую в новом календарном году матчи высшей лиги А. В Куйбышев приехал один из лидеров чемпионата. Подробнее об этих играх расскажет Константин Бухтатов. Январь для «Олимпа» станет полностью домашним. Открывают новый календарный год сибирячки играми против курского ЮСГУ «Атома». Гости идут на второй позиции в чемпионате. Однако статус фаворита не играет важной роли в стартовом матче. Наша команда уверенно выигрывает первый сет 25-14. Ну, сегодня все получалось. Эмоции, прием, защита, атака. В общем, даже вот эти мелкие ошибки как-то наши, они не замечались особо, потому что все были на эмоциях, помогали друг другу. Игра, в общем, получилась. Ну, а с чем эти эмоции связаны? То, что долго не играли уже? Ну, не знаю. Просто, наверное, желание. Вот и все. Гости в первой игре допускают много ошибок. «Олимп» же радует зрителей качественным волейболом. Причины невнятной игры курянок считают и тренеры, и игроки в недооценке соперника. Есть вещи, которые можно отработать на тренировке. Можно отработать там, куда ему встать, как ему перемещаться, как разбегаться. А вот как настроиться на игру, как себя завести, как бить себе в голову концентрацию, это может только сам игрок. А когда ты ему это объясняешь, что ты это должен сделать сам, здесь тебе нельзя помочь. Нужно разбегаться на разминке. Каждый сам себе должен подготовить. Победа «Олимпа» 3-1 – одна из сенсационных в туре. Однако уже воскресный матч – полная противоположность субботнему. Хотя сценарий игры до середины второй партии был в пользу нашего коллектива. Выиграны первые сеты травмы основного либера Курска. Чем не повод одержать повторную победу? У нее сегодня не пошла игра, и как-то она, видимо, расслабилась. И на фоне этого получила травму, когда не сконцентрированный игрок. Мне кажется, я даже немножко помогла команде. Надеюсь на это. Ну вот да, как раз после твоего появления показалось, что как-то себя из-за того парня, как говорится, бились. Есть такое? Да, но может быть, ну девчонки как-то стали более эмоционально играть, потому что все равно травма. Обычно как-то хочется показать, что нас это не выбивает из колеи. Но последующие три партии остаются за гостями. Зеркальный реванш Курского коллектива отбрасывает нашу команду на девятую строчку в таблице. На приемом работать, на атакой работать, отблоком тоже, на всем, все, все элементы. На подаче, тем более, подача еще самое важное. Но мы сегодня во всем проиграли. Все элементы были. А вот так, если объективно, просто сегодня был соперник сильнее или сами чаще ошибались? Сами чаще ошибались. Сами. Они сделали дело вчера, хотя не умеем мы еще. Но еще, скажу честно, не хватило физики. Это прям заметно было уже в третьей партии. Ошибки все были на фоне физической усталости. Это по Школьниковой было видно, по Микулиной. Следующие игры против третьей команды чемпионата Липецкого Индезита. Игры пройдут в Куйбышеве 20 и 21 января. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на аккаунт программы в Инстаграме. Там вы найдете много интересного. С вами была Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин